Как же семье подготовиться к появлению собаки дома? На эту тему будем общаться с экспертом нашей программы ветеринарной. Здравствуйте, Николай Леонов уже в студии. Доброе утро! Доброе утро! Такая сложная процедура, правда же, да? Помимо выбора породы. Да все легко. Все легко, сейчас расскажем. Находите собаку. На самом деле, вот, наверное, самое главное, как выбрать собаку. А подготовиться к ней уже все просто. На сколько денег хватит? Там все пойдет как по маслу. Не обязательно. Сейчас очень много доступных пород. Да не все, в общем-то, доступные. Ничего невозможного не существует. Без приюта, конечно, можно взять щенка. Можно, да, поднакопить. Можно взять кредит. Ничего в этом страшного нет. Но на самом деле, собака должна подходить по характеру вам и вашей семье. И вы должны четко понимать цель, с которой вы заводите собаку. Чтобы потом не было разочарования. Потому что есть породы, у которых шило в одном месте. Просто очень многие люди выбирают по породе, по внешним признакам. Ой, какой хорошенький, мне нравится. Но не учитывают как раз вот эту самую характеристику психологическую. Конечно, за собакой нужно ухаживать. Кому-то нужен груминг два раза в месяц. Это не дешево. Кому-то нужен специальный рацион. Кого-то чаще нужно водить к врачу, кого-то не нужно. Кто-то чаще болеет. Вот мне, как ветеринарному врачу, выбрать собаку вообще категорически сложно. Потому что я четко знаю, какие есть проблемы. И на самом деле, да. У меня собаки, американские кокерспанили, у которых проблем просто куча. У нас выбрала супруга и говорит, а вот пусть будет эта собака. Я просто отпирался всеми конечностями. Потому что проблем может быть много. Но на самом деле, если о них не думать, то каждая собака по характеру выбирается. По тому, для чего вызывать. У вас есть ребенок, значит, заведите лабрадора. Или, ну, Йорка, наверное, не надо, потому что на него можно наступить. Его можно травмировать. И очень часто такое бывает. С маленькими собаками. Чихуа, Йоркшурские терьеры. Джек Расселы чаще всего травмируют, наступают, чем-то ударяют игрушкой по голове. И это так делать нельзя, потому что это издевательство над собакой. Поэтому желательно сразу и ребенку объяснить, что нельзя трогать собаку. Это не игрушка, нельзя швырять, кидать, ударять. Потому что домашняя собака редко может сделать кусь, да? Нежели дворовая, если по голове. И домашняя кусь может сделать тоже, если ей все надоест. Ну, есть же такие породы, которые на месте не сидят. Вот сейчас назвали Джек Расселы. С ними нужно гулять там по часу, да? Чтобы они всю свою мощь... Не только нужно гулять, нужно играть. Играть, да. Это собаки контактные. Например, лайки, маломуты. Пожалуйста, это собаки, которым нужна энергия. Хаски. Они созданы хаски для этого. Им надо бегать 2-3 часа в день. Есть время 2-3 часа в день гулять утром и вечером? Пожалуйста, это ваша порода. Иначе дома будет катастрофа, съеденные двери и лишние входы будут прорублены. А вот, допустим, породы некоторые выбирают, как они, борцовые, да, собаки называются? Ну, которые изначально, скажем так, с повышенной агрессией. Ну, их выводили там для охраны или еще для чего-то. На самом деле, бойцовых собак не так много. И не все, к которым мы привыкли. И которых привыкли видеть. И на самом деле, на приемах, это фаршивский интерьер, это настолько милые собаки, социально направленные к человеку, что вас пообщайтесь с ними, и вас это удивит. Короче, только вид злобный, да? Ну, это только вид такой серьезный, да. На самом деле, одни из таких опасненьких собак, которые могут что-то сделать, это обычно служебные собаки. Они чаще всего должны и обязательно должны проходить. Вообще, курс дрессировки должны все собаки проходить. И обязательно это собаки предназначены для служебного пользования. Это немецкие овчарки, которые много раз, когда ты к ним отворачиваешься, они тебя хоп, то ли за ногу, то ли за руку. Да, на приемах это вот. Вот к таким собакам мы не поворачиваемся вообще спиной, потому что это опасно. Входим назад. На самом деле, довольно милые собаки, это ротвейлеры, да, страшная крупная собака или доберманы. Да, они активные, но это собаки также направлены к человеку. И опять же, все зависит от владельца. Как собаку вы, как вы строите диалог, как воспитаете, так и будет собака себя вести. У меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот очень часто заводят для детей, когда ребенок в семье, да, собачку. И как-то там, давайте маленькую заведем. Вот я сейчас, гуляя с ребенком на улице, заметила такую тенденцию, когда он бежит к большой собаке, и я ему говорю, не надо. Хозяева говорят, ой, он не тронет. Но когда он идет к маленькой собачке, и я говорю, не надо. Хозяева маленьких собачек, говорят, да, не надо лучше, а то наша укусит. Я себе говорю, серьезно, вот эти здоровые псины, они обученные и выдрессированные, а этих маленьких, их что, невозможно надрессировать или не считают нужным? Возможно. Но дело в том, что разные размеры и маленькая собака, вот представляете, маленькая собака, к ней летит, ну, довольно большой ребенок, большой для такой маленькой собаки. И вот представьте, на вас бежит слон. Какая ваша реакция первая? Я поняла. Страшно. В первую очередь, это страх. А маленькие собаки, как маленьких собак обучают? Да, практически никак. Никто из владельцев маленьких собак на дрессировку не ходит. И действительно, даже подстричь когти, даже осмотреть маленькую собаку, это мы, пять человек в клинике ее держат. И владелец. Так бывает, и так часто случается. А большая собака, все, 2-3 секунды, да, конечно, характеры бывают разные, но чаще всего это так. Крупные собаки более спокойные, уравновешенные, потому что ими часто занимаются. Мелкие собаки абсолютно ведут себя, как хотят, потому что ими вообще никто не занимается. Добряки и излюки. Да. В доме это диктаторы, которые что хотят, то и делают. Где хотят, там и находятся. И многие владельцы даже их брать боятся, потому что он укусит. Он обязательно укусит. Ну, вот так бывает. Такие же кошки бывают. Задумайтесь, выбирая маленькую собачку, думая, что это такая питомельская манда для семьи. По размерам меньше, но проблем больше. Коля, а что касаемо места в квартире или в доме, да, вот, перед тем, как завести собаку? Место должно быть и в меру спокойное, но и там должен быть обзор, иначе собака там не будет находиться. Она должна быть безопасная, там нельзя собаку наказывать, там нельзя собаку ругать. То есть это место, это дом, защита. А для собак, кстати, очень неплохо поставить какую-то клетку, например. Это будет дом. На какой-то момент она, ну, первое время, когда у вас есть щенок, придется закрывать, потому что когда вы уходите, собака занимается всем чем угодно и может что-то угробить. Ну и на самом деле собака еще хорошо приучает вас не разбрасывать вещи вообще. Это очень классная штука, потому что все, что вы их где-то бросили, будет либо погрызано, либо разорвано. Коль, ну раньше же не было этих клеток. Тоже зависит. Откуда это вообще пошло? Но вот я помню раньше. Породы разные появились, и породы довольно активные, те, которые мы не привыкли содержать дома и которые лучше содержать, когда уходите. А вообще тогда их заводят? Просто хотят? Ну, то есть ты заходишь, кому-то в гости стоит клетка. Ну, хаски или Джек Рассел уже нравятся, очень популярные породы, но оставить их одних не всегда получается, скажем, безопасно для квартиры. Это характер собаки. Ну, представьте, собака, которая создана двигаться Мне кажется, если хаски закрепить в клетке, она с этой клеткой по всей квартире будет. А нет, не будет. Потому что... Амкерами к полу клетку? Собака привыкает, что это дом, и там нужно отдыхать, пока владельца нет. Ну, не обязательно. У меня собаки живут везде. Ну, понятно. Это просто наше такое восприятие клетки. А для них это нормально. Это дом. И за всю жизнь там ничего не порвали. Но мне повезло. Какой минимум, что конкретно должен купить человек, когда вот он понимает, что завтра к нему приедет щенок? Что в доме должно быть? Скажем, чего в доме не должно быть? Ну, или чего не должно быть? И еще, не должно быть вообще никаких ковровых покрытий, потому что это туалет везде. Это пеленки с запахом для того, чтобы приучить собаку. К туалету. Но первое время придется раскладывать их везде, потому что собаки до определенного возраста не понимают, что нужно делать на улице. И вы можете там до 8 месяцев с ней гулять, но все дела она будет делать дома. Почему? Потому что собаки так просят. Да. Вот. Обязательно миски. Миски не обязательно брать маленькие. Щеночек он маленький. Сразу можно купить полноразмерные миски для своей породы, чтобы потом их не менять. Ничего страшного в этом нет. Кто-то любит миски на подставке, но для крупных пород чаще всего это довольно удобно. Но и опять же, собаки привыкли есть с пола. Да, это... Ну, никто же, скажем, эволюционно им на подставках миски-то не предлагал. Вот. Какие нравятся? Хотите автомиску, пожалуйста, сейчас они есть. Обязательно лежанку, но опять же сразу полноразмерную, потому что собака может расти. Вот. Для того, чтобы понимать и сразу рассказать собаке, где ее место и где она должна спать. Не на подушке у своего владельца, потому что собаки так часто делают, потому что они копируют поведение своего владельца. Ну и опять же, как только вы завели собаку, прийти в ветеринарную клинику для того, чтобы понимать, какой курс вакцинации и обработок от паразитов требуется, и завести паспорт. Ну и, в общем-то, это вот минимальный набор. Самое главное – набраться терпения, чтобы получать потом удовольствие от общения с собакой и ни в коем случае не разочароваться. А перед тем, походите на выставки собак, для того, чтобы пообщаться с этими породами и выбрать для вас самую оптимальную, чтобы потом она была любимая. Как минимум на 15 лет, да? Да, может быть и больше. А может быть и больше. Спасибо. Николай Леонов был у нас сегодня в гостях. Эксперт нашей программы «Ветеринарный врач» рассказали вам, как подготовить появление собаки и свою семью.